Партия Яблокова, как и обещала, продолжила серию акций за отставку с номером. Сегодня мы проводим одиночный пикет в районе станции метро Новокузнецкая. Мединский министр культуры несет ответственность тоже. Почему? Потому что документы были поданы на то, чтобы присвоить домам Привалова статус объекта культурного наследия федерального значения. Комиссия по достопримечательным местам Москвы, ну это я просто сказал, она очень сложно называется. Но уже ее прозвала общественность сносная комиссия. Почему? Потому что она все время принимает решение о сносе чего-то. И вот именно она в голове с Куснулиным приняла решение о сносе. И туда не пустили общественность. Общественность пришла, пришли депутаты. Мы пришли, я лично туда пришел, чтобы отстаивать эти дома. А нас туда не пустили. Куснулин мимо нас шел, мы ему показали этот плакат, хватит вкуснулить Москву. Он очень обиделся. По-моему, обижаться не на что. То есть поступили не только варварски с точки зрения уничтожения памятника, но и поступили вопреки закону. Наплевали на федеральный закон, который обязывал их приостановить любые работы, пока не будет рассмотрен вопрос о присвоении статуса. Ну как со старого дома получить большую прибыль? Трудно. А вот если построить что-то новое, то на строительстве можно хорошо заработать. Потом это продать тоже можно хорошо заработать. Поэтому все идет естественным путем. Одна рука говорит, мы будем выживать туристический бизнес, а другая ломает именно то, ради чего туристы могут в Москву поехать. Нам, экскурсоводам, будет просто нечего показывать людям. Москвы, как таковой, уже не будет. Матерям будет не о чем рассказывать своим детям. Память потихонечку сотрется, потому что все-таки старые дома, они имеют свой дух, свою душу. Это смысловое наполнение города. Каждое поколение оставляет за собой свой неизгладимый индивидуальный след, выраженный как в предметах искусства, так и в архитектурных формах, в слове, в слоге, в живописи. Письмо Собянину. Меры по сохранению Москвы. Вот сейчас подпишу и отправлю почтовые ящики. Мы будем бороться до конца и надеюсь, что вот эту вот свору, которая к нам в Москву приехала неизвестно откуда, и сразу начала здесь хозяйничать и начала уничтожать наш город, вот эту свору мы остановим. На воскресенье, 1 февраля, то есть через воскресенье, мы заявили митинг. Он пройдет в Новопушкинском сквере в 2 часа. И нам уже сказали, что его согласуют, никого не будут разгонять. Всех приглашаю туда прийти, чтобы побольше пришло народу против уничтожения исторической Москвы за отставку главного на сегодняшний день уничтожителя Хуснулина.